приветствую вас дорогие друзья сегодня на верстаке у нас замечательнейший инструмент нетипичный для меня это банджо что такое вообще банджо ну много ли у него сходств с обычной гитары здесь вместо обычной деревянной деки как на большинстве гитар у нас в качестве деки выступает барабан собственно благодаря барабану получается такой неповторимый звук банджо есть над чем поработать проведем аналогию с гитарой начнем с головы грифа как его гитара здесь есть голова грифа на которую крепятся колки которые держат струны далее у нас идет гриф с накладкой и с ладами кстати гриф бывает двух видов условно может быть и больше первое это сквозное сквозной гриф как бы он вот идет полностью сквозь барабан либо как в нашем случае гриф идет досудово а внутри он крепится при помощи металлических стержней и они собственно тоже идут насквозь и здесь фиксируются корпус резонатор это барабан как я упомянул ранее подставка под струны струнодержатель подобная система похоже на скрипичную мы тоже подставка в принципе большинство струнных инструментов в той или иной степени они как бы у них много общего и собственно задняя дека это просто крышка которая закрывает барабан снизу не плотно не плотно там есть расстояние чтобы инструмент резонировал также он еще защищает винты которыми регулируется степень натяжения пластика а это в принципе тоже важно поскольку вот в данном случае мы можем с вами посмотреть то что под своим натяжением струны продавливают сам пластик какой же любопытный инструмент этот банджо но вообще давайте посмотрим он по сути своей уникален хотя бы взять корпус дека сделано из барабана да кому это вообще в голову пришло и это еще говорят то что это американский народный инструмент хорошо давайте будем объективными это все-таки изобретение 20 века ну по крайней мере в том виде котором мы его знаем но вот в 1840 году инструмент выглядел совершенно иначе тут у нас есть две версии первая теория гласит о том что это сделал некто томас джефферсон 1784 году он увидел группу африканских туристов темнокожих и у них был инструмент которого написал как палка тыква два струна план работ инструмент вообще новый сам по себе но заказчика не устраивали колки и он решил их поменять вот на такие как бы они не сбоку будут у нас получается а сзади принципе на большинстве оригинальных банджо так и делается далее работа с ладами это у нас и торцовочка похоже здесь нужна торцовка и шлифовочка опять же накладку тоже лимонным маслом и обработаем далее естественно отстроить по высоте есть же другая категория граждан которые утверждают то что первым запечатлел этот инструмент 1687 году некто ганс слоун это английский врач натуралист он собственно путешествовал в районе карибских островов и тут уже история нам всем известная он опять же увидел группу у темнокожих туристов и как бы они играли на инструменте который он описал также палка тыква два струна но собственно струны мы сняли подготовительные работы провели значит этот гриф снимается и при любом удобном случае если можно снять гриф то я его снимаю а здесь я в общем-то думаю воздержаться от этого потому что чтобы снять гриф не придется вообще разобрать весь инструмент и тем более почему они не нет необходимости его снимать потому что зона с которой буду работать она не заходит на сам корпус она вот здесь находится поэтому гриф я снимать не буду класс в общем друзья проверяем подходят ли колки нет не подходит это означает что нам необходимо будет вот эти вот отверстия под колок расширять самое приятное во всей этой ситуации это некоторая схожесть с гитарами в плане здесь есть анкер это значит то что мы сможем выровнять гриф чтобы максимально точно шлифовать все лады работа с ладами в принципе мало чем отличается от работы вот с гитарой с гитарными ладами у нас есть полноценный ролик про шлифовку и полировку ладов можете сейчас поставить на паузу и его посмотреть потому что наше видео рассчитано на то что вы уже знаете как шлифовать и полировать лады и еще один момент по поводу защиты обязательно защитить барабан потому что когда мы шлифуем то можем случайно его задеть ну и когда торцуем блоком тоже такое возможно ну что ж работа с ладами завершена поэтапно мы переходим к колочкам и необходимо нам узнать калибр сверла которое нам необходимо будет применить чтобы расширить отверстие для этого нам понадобится колочек и штангенциркуль ну получается вот такое значение да значит то что нам нужно сверло десяточка и вначале я буду засверливать ступенчатым сверлом это чтобы аккуратно снять фаску таким образом чтобы расширить под нужный диаметр и при этом не повредить лакокрасочный что просто если я начну обычным сверлом это делать то краска просто полупается какой это окей вот у нас здесь циферка 10 на одно деление нам надо его про засверлить так вот аккуратненько ну и собственно вот так вот аккуратно получается с обратной стороны мы так же делаем как и спереди тоже засверливаем ступенчатым сверлом ну теперь мы берем сверло десяточку и внутри уже просто расширяем само отверстие нам полюбасу придется отстраивать вот этот вот барабан для этого нам необходимо снять вот эту заднюю деку она же крышка для этого нам понадобится аналоговая отверточка вот здесь есть четыре крепление вот так и аккуратненько снимаем ну что ж давайте все-таки проверим мою теорию о том что гриф он идет либо сквозной либо на металлический стержень и барабанная дробь металлический стержень а вот он но опять же вернемся к 840 году 1840 году это собственно вот то время когда инструмент попал именно в америку именно в американскую культуру и стал он популярным благодаря от некоторому министраль шоу но чтобы вы понимали это вот на современный лад что-то типа комедий клаба того времени смысле это театральные постановки юмористического направления и естественно и аккомпанировал живой оркестр составе которого был тот самый банджо как отстраивать барабан если вы барабанщик или у вас есть друг барабанщик он вам поможет схема та же самая и в принципе по настройке все примерно таким образом происходит значит здесь есть специальные такие гаечки опять же если что поправьте меня в комментариях под шестой ключ накидной раз и мы можем поворачивать тем самым мы натягиваем пластик чтобы мы понимали оно должно в принципе звучать везде одинаково проверять мы будем ну некоторые вообще практически не натянуты как вот этот я буду использовать простой накидной ключ вот на 6 так вот раз мы сейчас ослабили или нет меня вот сюда мы слабили но если вам удастся услышать то а вот здесь ну все ребят осталось только струны натянуть вот у нас специальный комплект для банджо тенора как хорошо что струны пронумеровали значит мы продеваем струну и здесь у нас есть видео такая петелька петелечка а здесь есть крючочки вот мы эту петельку в крючочек так раз подтянули хоп все она зафиксировалась протягиваем сюда струны почему-то нереально длинные да чтоб тебя на колок на в общем что произошло сломался колок внутри точнее шестеренка бы они мне изначально показались немного подозрительными вот слышите не знаю получится ли записать этот звук короче вы когда прокручиваете колок чувствуете какие-то детали друг за друга цепляются естественно когда я начал шуруповертом натягивать струну как бы шестеренка где-то вот задела ее и в общем прокрутила и сломала куплены они были на озоне там где-то до 1000 рублей это восемьсот семьдесят там по акции четыре колка на этот на банджо а прошу прощения четыре дерьмовых колка на банджо и в принципе от них ничего не ожидали но как бы мне об этом сразу не сказали в общем зря переживал короче теперь старые колки возвращаю на место естественно если там сломалась шестеренка то почему бы ее не заменить вот в первый раз я так и подумал вот колок изначально конструктивно не предрасполагает к тому чтобы его чинили я пытался вот что угодно сделать в смысле я открутил саму вот эту вот ручку и пытался как-то раскрыть колок у меня это не вышло в общем так что такая вот неприятная история ну в общем ребят с горем пополам мы сделали это конечно ну не каждый день доводится доводить банджо или приводить его в порядок вот но по крайней мере я в ходе работы для себя очень много интересных моментов открыл можно конечно провести параллель с гитарой но опять же банджо это инструмент уникальный принципы отстройки мензуры здесь такие же как и на скрипке или на виолончели порожек по сути перемещая его туда-сюда вот мы собственно ловим рабочую длину струны чтобы вот на двенадцатом году у нас строила но там сейчас инструмент полностью готов на нем можно играть если умеете я вот например не умею за других не скажу а на этом все подписывайтесь комментируйте ставьте лайки не хотите не ставьте лайки в общем всего доброго